Нью-Йорк Если честно, у меня нет списка городов, которые я бы хотел посетить до конца жизни. Но я, наверное, назову Нью-Йорк, потому что в нем есть множество мест, которые хотелось бы посетить. Думаю, Нью-Йорк был бы хорошим выбором. Я бы хотел посетить Австралию. Это очень хороший выбор, но в то же время он опасный. В Австралии очень много акул, змей, так что даже не знаю. Если хочешь, я поеду с тобой и попытаюсь. Да, мне понадобится твоя помощь и защита, так что поехали со мной. Наваляем этим акулам. Думаю, что вдвоем мы намного сильнее. Я бы, наверное, поехал в какие-нибудь джунгли. Я не знаю, каково это. Хотелось бы прочувствовать на себе. Хочется поспать ночью в джунглях. Но это будет страшно, братан. Я знаю, но это своего рода опыт. Я никогда не был в Диснейленде, поэтому хотел бы съездить туда со своими детьми. Многие мои друзья и члены семьи говорят, что очень круто в Южной Африке. И что мне стоит туда съездить. Поэтому мне хотелось бы посетить Южную Африку. Я бы хотел посетить Великий Каньон. Пройти его от самого начала и до самого конца. Побыть там какое-то время. Пожить там в палатке и все такое. Посмотреть на это место под другим углом. Ничего не скажешь? Куда бы ты поехал? Даже не знаю, дружище. В Германии круто. Гамбург, Берлин. Когда я закончу с футболом и у меня будет больше времени, я хочу побольше путешествовать. Хочу посещать разные места. Хочу посещать разные места и увидеть весь мир. Чему бы я хотел научиться? Есть очень много вещей, но я, наверное, скажу, я бы хотел изучить другой язык. Испанский. А я бы хотел научиться серфингу. Научиться сохранять баланс, при этом находясь на высоких волнах. И опять же, есть вероятность, что тебе придется бороться против акул. Серфинг не особо-то и далек от акул. Но мне это нравится. Мне нравятся такие вещи. Когда я впервые с тобой познакомился, я решил изучать арабский язык. Это очень интересный язык. Петер Чех тоже расспрашивал меня касательно арабского языка. Задавал множество вопросов, связанных с изучением. Он тоже хотел научиться говорить на этом языке. А мне хотелось бы выучить испанский. Мне нравится, как они разговаривают. Мне нравится их язык, но болтают они слишком много. Слишком много слов. Да, слишком. Кто хочет начать, есть что-то, что хочется сразу назвать. Мне бы хотелось изучить какой-нибудь язык. Например, испанский или итальянский. Я бы мог помочь тебе. Буду приходить к тебе и учить тебя. Один-два часа в день. Я бы хотел научиться игре на фортепиано. Я уже умею играть на барабанах. Определенно, ударно это тоже очень круто. Но игра на фортепиано, эти плавные движения руками, даже не знаю, получится у меня или нет. Но я очень хотел бы. Да, мне это тоже нравится. У меня есть много друзей, которые играют на гитаре, на фортепиано. И я всегда говорю им, я тоже хочу научиться. Мне очень нравятся испанские и итальянские языки. Поэтому, может быть, когда-нибудь я изучу их. Моя главная цель в жизни – это делать свою семью счастливой. И также после завершения карьеры вернуться в свой родной город. Я думаю, что это основная цель и самое главное в моей жизни. Моя основная цель также – быть счастливым. И, конечно же, сделать все возможное, чтобы жизнь моих детей была как можно лучше. Так сразу все и не упомнишь. Есть множество целей, которых хочется достигнуть в течение своей жизни. Женитьба, рождение детей. Ты уже женат. У тебя есть двое детей. Пусть они будут здоровы. Это одновременно и моя мечта, и моя цель. Как думаешь, ты скоро женишься? Не знаю, посмотрим, надеюсь. Возможно, однажды это произойдет. Я знаю, что это очень хорошее событие. Да, это реально круто. Особенно появление детей. Это очень хорошо. Наверное, я бы хотел поиграть со своими детьми. За один клуб. Это было бы классно. Я играл со своим отцом, но только я играл на улице. А сколько твоему сыну? Пять. А тебе двадцать... Шесть. Значит, тебе придется играть до сорока. Нет, я думаю, лет до тридцати семи. Ты уже все распланировал. Да. Но это было бы невероятно круто. Было бы классно видеть своего сына, играющего за твою же команду. В моем случае мне придется играть до шестидесяти. У моего сына нет шанса поиграть со мной в одной команде. Эй, ребята, давайте. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok